Продолжаем разговор. Итак, что мы возьмем полезного из песни Billie Eilish, Be a Friend? Первое. Что ты хочешь от меня? Ну, здесь у нас легко это с припева. Вот эти все вопросы можно просто заучить. Я думаю, если ваша любимая эта песня, вы уже тысячу раз прослушали, уже все давно на слух знаете. Теперь осталось это уяснить для себя, прояснить с точки зрения грамматики и лексики. What do you want from me? Вот прям готовая фраза. What do you want from me? Уже даже не надо в оловень чего придумывать, просто вопрос в настоящем времени. Present simple. What do you want? What do you like? What do you do? What do you know? Вот что ты знаешь следующий. Она прямо вот в песне. What do you know? What do you know? Здесь пока легко. Почему я тебе не безразлична? Не безразлична. Почему ты дословно заботишься как бы обо мне? Почему я тебя... Почему это тебя заботит? Вот так правильнее. Why do you care for me? Why do you... Опять там глагол care for. В данном случае care for me. Здесь вот for меняет, вот это вот for, как раз меняет значение. To take care of, вот это именно заботиться о ком. Например, I'm taking care of my little brother. Я сейчас вот ухаживаю за братом, за младшим, когда мамы нету, да? Или там за животным, за каким-то. Четвертое. Сегодня я думаю про вещи, которые... Где у неё-то было? Today I'm thinking about the things that are very important, например. Вот она думает о смертных каких-то смертельных вещах. Today, я думаю, I'm thinking about... Ут, уже готовая фраза. Today I'm thinking about beautiful weather. Или today I'm thinking about my future lesson. О моём будущем или о моих уроках. Она... Сегодня я думаю про вещи. I'm thinking about the things that are... Которые являются какими-то. That are very important. Тут, как я уже привела пример, да? That are not so important. Иногда можно подумать и о неважных вещах. Ходить по стеклу. Это с припева. Step, to step. Давайте в инфинитиве. To step on the glass. Да? Вот оно в песне. To step on the glass. А тут уже у нас намазано, но тем не менее. Попытайся проснуться. У кого-то кошмар. Nightmare. Bad dream. И вы ему кричите, попытайся проснуться. Или прямо во сне сами себе говорите, да? Бывают такие люцидные сны. Try to wake up. Когда вы понимаете, что спите, но не можете проснуться. Иногда даже можете управлять своим сновидением. Это интересно. Try to wake up. Try to do something. У нас сейчас wake up. Я хочу закончить. I want. Она говорит I wanna. В песне I wanna end something. I wanna end this lesson. Например, in time. Вовремя. Я хочу закончить свои занятия. Я хочу закончить этот курс. Вот она почему-то хочет себя закончить. Проблемы подростковые считают, что, наверное, подростки могут переживать такие страдания. Да, ладно. I wanna end something. Что ты ожидал? Восьмое. What had you expected? У нее в песне поются в прошедшем времени. До прошедшем. В самом-самом прошедшем, который есть в английском. Но можно еще спросить what did you expect? Здесь она подразумевает, что он expected еще до того, как она его спросила, возможно. Давайте возьмем, как в песне. What had you expected? Или what did you expect? Я рядышком напишу. Для простого разговора подойдет просто what did you expect? Что ты ожидал? Тогда, в прошлом, да? What did you expect? Так, встретимся в парке. Вот она говорит, встречу тебя в парке. I'll meet you in the park. Я встречу тебя в парке, дословно. I will, I'll meet you in the park. Они не говорят, мы встретимся. Это в русском мы говорим. Там говорят, I'll see you. Увидимся. Они говорят, я увижу тебя. Встретимся. Он говорит, I will meet you. Я встречу тебя в парке. Но мы знали прямо сначала, что... Вот, I'm going to in the park возьмем. But we knew right from the start that... Тоже такая нейтральная фраза для ежедневного общения. But we knew... Но мы знали. Далее, с самого начала. Right from the start... Тоже готовое выражение. Right from the start... That... Соединительная частичка что или который... Которая... That... Только запятым там не ставится в английском. С пунктуацией все намного проще, чем не так, как в русском. Что-то, что не должно быть сказано в голос. Вот, она говорит. Your talk will be something that shouldn't be said out loud. Мы возьмем вот это вот. Something that shouldn't be said out loud. Something that shouldn't... Модальный глагол, да? Следует, не следует. That shouldn't... Инфинитив. Be said. Быть сказанным. Be said. Как? Out loud. В голос. To say out loud. Это сказать в голос, да? Громко. Loud дословно это громкий. Поэтому said out. To say out. Высказаться loud в голос. Честно, я думала, что... Хорошее выражение. Honestly. I thought that... Опять же, для ежедневного диалога прекрасно подходит. Honestly. А тут не читаем, да? Honest. Honestly. I thought... I thought... I thought that... Бла-бла-бла. Тринадцатое. Я душу продам за что-то. Ну, иногда в шутя можно сказать, да? Ой, душу продам за там чего-то вкусненькое. Иногда мы так в шутя говорим. Она же за свои долги говорит, да? For the debt I owe, gotta sell my soul. Вот это вот, с этого кусочка возьмем. Можно в каком времени? Можно в будущем. Можно, как она говорит с модальным глаголом. I have got to sell my soul. Я должна have got to. Или I'm going to sell my soul. I will sell my soul. Я продам душу, да? Вот это вот всё, have got to, это есть gotta. I gotta sell my soul в разговоре. Это убыстряется, всё зажимается. Потому что я не могу сказать нет. Да. Because I can't say no. Because... Она говорит cause. Опять же это сокращение. Because I can't say no. I just can't say no. Тоже плохое качество иногда. Надо уметь отказывать. Мои глаза не закроются, не закрываются. И вот этот нюанс, которым же объясняла. Когда что-то не получается, вы старайтесь, оно не закрывается, дверь, машина не заводится. Мы говорим в будущем времени. The door won't open. Она говорит про глаза. My eyes won't close. Мои глаза, my eyes не закроются или не закрываются. Так и так можно перевести. Won't, это will not close. My eyes won't close. Ну вот как-то так. Надеюсь, что это было вам полезно. Ждём следующих песен. Там немножко подобрее будут. Хотя вот copycat или алиш мы, наверное, ещё разберём. Copycat – хорошее само выражение, означает муха-повторуха, как мы в детстве дразнились. Copycat – тот, кто повторяет за кем-то, что-то пытается то же самое делать. Copydog ещё есть выражение, которое повторяет, но у него хуже это получается, чем в оригинале. Просто ради идиома, ради таких фразологизмов, интересных выражений. Вам самим решать, нравится вам певица, не нравится, смотреть клипы, не смотреть. Наша задача сугубо утилитарная, сугубо прагматичная. Мы берём лексику и новые слова. Новые слова, то есть та же лексика и грамматические выражения. Стараемся разбирать дословно. Литературных переводов завались. Весь YouTube завален разборами песен с красивыми картинками, с инью интервью и прочим. Наша задача, чтобы вы видели слова перед глазами, сами их писали. Повторяю, не устану повторять. Пока вы сами что-то не сделаете, значит, вы этого не учили. Если вы просто слушаете какой-то разбор песен, какой-то диалог, какой-то урок, это значит, вы просто его прослушали. Пока вы сами что-то не сделали, толку не будет. Диланы Буды, як так кажуть. Так что всем пока-пока и не ленитесь. Распечатывайте и прописывайте своей рукой, иначе это будет очередное и потраченное в пустое время. Пока-пока.